У меня служение – это возможность доказать свою любовь к Богу. Служение – это просто такое. Двигаться в Боге, служение, слушать пастора. Для меня детское служение очень важно. Братья, что такое служение, на Ваш взгляд? Что это такое? Ну, служение – это общение с Богом, наполнение друг от друга. Наполняемся, надеждаемся, общаемся все вместе. Это еще, потому что это одна полноценная как бы семья. Посвятить свою жизнь ближнему своему. Служение. Служение с одной стороны. Возлюблась с другой стороны, все братья, все братья, все братья. Конкретное. Уважение и любовь к Господу Богу. Конкретное. Служение – это благодарность Богу. Служение – это прежде всего отдавать. Отдавать все хорошее, что есть у меня. И для чего это делать? Чтобы освободить место для более хороших вещей в моей жизни. И самое главное, наверное, что есть сейчас – это вся моя новая жизнь. И она принадлежит Господу. Здравствуйте. Что такое для меня служение? Служение – это ответственность, когда ты берешь за какое-то дело и сможешь дать отчет перед людьми и перед Богом, естественно. И когда твой мотив – это любовь, когда тобой движет любовь то, что вложено, именно вложено Богом, то, что изменило твою жизнь. Вот я считаю, это и есть служение. Для меня служение – это быть не просто слушателем, но исполнителем Слова Божьего. Это возможность любить тебя. Служение для меня – это, безусловно, образ нашей жизни и образ наших мыслей сегодня. Очень здорово, что мы можем делать то, что делал Иисус 2000 лет назад, то, что Он заповедовал нам. Это огромное благословение для всех нас сегодня, что хоть что-то мы можем делать для Господа в знак нашего спасения, за то, что Он любит нас своей совершенной любовью. В моем понимании служение – это тот дар, который даровал нам Бог, чтобы служить в одном теле. Какая-то функция наша, которую выполнять можем только мы. Потому что к служению призван каждый христианин, чтобы выполнять какую-то функцию. Мы должны искать себя, и если мы нашли, развиваться в этом служении. Я думаю, служение – это от глагола «служить», «делать», «помогать» в первую очередь словом, где-то делом, где-то советом. Но в любом случае это глагол «делать». Что такое служение? Служение – это образ нашей жизни. Это, наверное, те действия, которые мы совершаем в знак благодарности Бога за то, что Он уже сделал в нашей жизни. За то, что мы сегодня спасены и помилованы. На самом деле я очень много думал, размышлял, что такое служение. Можно об этом много говорить. Но вот я решил выделить три таких самых важных аспекта, наверное. Служение, во-первых, это духовный рост. Во-вторых, это посвящение. И в-третьих, это жертва. Служение Господу – это благодарность за то, что Он подарил мне новую жизнь. Дорогая церковь, у меня детское служение, и оно для меня очень важно. Дети – это наше будущее. И если им не служить, то спустя какое-то время мы можем их потерять. Давайте не потеряем наше будущее. Спасибо всем. Служение в церкви для меня – это лишь маленькая часть благодарности за то Богу, что Он сделал в моей жизни. Ведь около 10 лет назад я был конченым алкоголиком, нищим человеком, у которого ничего и никого не было. И за эти годы Господь весьма прославился в жизни моей и в жизни моей семьи. И я хочу, чтобы эта слава распространялась. Для меня служение – это добровольная жертва своим временем, иногда своими какими-то интересами во благо ближних людей. И очень важно, чтобы двигателем всего этого была любовь ближняя. Я верю, когда мы покаялись, Бог дает нам новое сердце. И мы просто уже не можем жить просто для себя. Мне кажется, если мы смотрим на Христа, то мы понимаем, каким мы должны быть. И служение Богу, оно всегда заключается в служении людям. Потому что Христос сказал, если сделали одному из меньших сих, то сделали и мне. Я хочу помогать людям. Я хочу служить. Я хочу участвовать в их жизни. Спасибо.